Настало время отпусков. Как же провести нам это лето? У меня в гостях Марина Власова, директор турагентства и Кирилл Валов, руководитель дирекции фонда «Ульяновск. Культурная столица». Египет — это такое, как бы открыто, но реально отдыхать пока некомфортно, само путешествие некомфортно. Последние эти полтора года, второй год пошел ограничение, наверное, все-таки бы как-то сконцентрировалось на внутрироссийском отдыхе и на возможности посетить то, что всегда, так скажем, до пандемии было, казалось бы, по остаточному принципу. Статистика прошлого года говорит нам о сокращении турпотока по России на 46%. То есть многие люди просто никуда не выезжали, боялись пандемии, все сидели дома. Они устали, они уже сейчас, многие вакцинированы, приболели, имеют эти села, и они хотят отдыхать. По Волжье, Казань, Ульяновск. Это Ульяновск для тех, кто не был в Ульяновске, либо там очень хочет посетить, однозначно. В принципе, ну, наверное, из по Волжске. Нижний Новгород для меня грязноват немножко. Очень красивый исторический город, да, есть большое наследие, но вот какая-то, ну, вот, возможно, к 800-летию, да, я уже полтора года не был в городе в этом. Будут изменения. Я думаю, что, возможно, какие-то кардинальные изменения, то есть есть, и вот есть потребность у меня туда еще раз поехать, был очень много раз, и я думаю, что к 800-летию как раз-таки будет прогресс в этом городе, он станет одним, там, в один ряд, например, с Казани, потому что, если брать историко-культурную часть, они примерно равны, даже, может быть, нижний чуть-чуть поинтереснее бы в этом смысле был. Могу добавить, кстати, вот, по поводу ближайших к нам регионов. Мы занимаемся школьными группами, экскурсионными, очень популярно, особенно осенью, зимой. И у нас ближайшие, недалеко, и очень комфортные, классные программы. Это Саранск, Болдино и Пензо-Тарханы. И все это рядом, за два дня у нас вот сколько групп мы не отправляем, самые восторженные отзывы. И последняя была в Нижнем, он сильно изменился, вот как раз на Майске у нас была группа, тоже самые лучшие отзывы. Можно добавить еще кавказские минеральные воды. Вот Пятигорск, Железноводск сильно изменился. Там все это очень рядом, такой кластер, то есть там сразу в комплексе посещаешь. Там можешь оздоровиться и погулять, маршрутов там очень много. Спасибо. Марина, вот можно скажите нам немного статистики за последние три года? Что было, вот вкратце, до пандемии, год пандемии, что сейчас, какие изменения? Ой, как было хорошо до пандемии. Господи, как мы все это знаем. Потом наступила пандемия. В 2020 году, ну как я сказала, да на 46 примерно процентов упал турпроток внутри России по курортам. И на 77 выездной туризм. Это катастрофа на самом деле, потому что, ну сами понимаете, да, большая часть турагентств закрылась. Туроператоры, слава богу, держатся. Все благодаря, конечно, мощной поддержке от правительства, которая была в 2020 году. Да, и кредитование, и судизирование. И вот эта помощь переносит туров, да, на другие года и не возвратить денег. Там до конца 2021 года сейчас можно возвращать деньги за тур 2020 года. Это все, конечно, поспособствовало. Но между тем, это, конечно, сильно ударило. Вот все мы жили в надежде, что вот 2021 год нам несет надежду. Хочу сказать, да, вот 2020 был страшный, и много же мы бронировали по турам раннего бронирования, да, мы в январе делали продажи на лето. И нам казалось, что в 2021 году этого не будет. Но в 2021 году туроператоры опять стали предлагать акции раннего бронирования, но с более выгодными условиями, да. Предоплата там 300 рублей, 400, потом 1000, там 3000. И мы набронировали опять очень много туров. Это говорит о том, что люди, несмотря ни на что, у нас память. Запросы высокие. Да, запросы высокие, мы хотим качественного сервиса, качественного... Марина, рассрочки вот вообще есть сейчас? Да, да. Цена-то и поднялась, и это очень будет выгодно. Есть, есть, предложений очень много. Те же банки, те же операторы предлагают рассрочки. Именно рассрочка, то есть без переплаты получается? Да, да, без переплаты. А нужно внести какую-то определенную сумму? Там программ много. Начиная от 50%, вернее, от 10% предоплаты до 50% предоплаты. Варианты есть. В общем, всячески идут навстречу. И сама предоплата от оператора, он тоже сейчас... Раньше там 50% надо было внести, сейчас минимум 10% внести, остаток там за две недели до вылета. Просто чтобы снизить риски, да, вдруг закроется направление. Кстати, вот про Россию хотел сказать, потому что все равно, как ни крути, и в этом году, что ожидаем, да, в этом году? Ну, сразу, слава богу, пессимистичный нас прогноз не сыграл, да, мы тут все равно все вакцинировались, вроде ожили, стали ездить. И получается у нас такой слегка оптимистичный прогноз, что мы все-таки к концу лета будем более-менее активно выезжать за границу, с каждым там, с декады, я не знаю, будет что-то открываться для нас, мы будем выезжать. Но между тем Россия все равно, как бы, она будет лидировать в продажах. И вот по поводу туров. Да, у нас космический сейчас ценник на хорошее размещение на юге, да, на побережье, но между тем есть классные цены на экскурсионные туры. То есть есть формированный турпродукт на чартерных рейсах из Самары, Казани, это ближайшие к нам регионы, в тот же Санкт-Петербург. Можно улететь за 9 тысяч рублей на человека. Это перелет, проживание, завтрак. 9 тысяч? Это на сколько дней? Это 3-4 ночи. Нормально. У меня несколько лет назад... Чем просто перелететь на СССР. У меня несколько лет назад в Питер мы также на 3-4 дня на выходные езжали. Это чертовая программа. И у нас... Готовы, вас встретят туроператор, заведение в Дагаичке. Что только там на эти дни, да. Точно такие же программы есть по Калининграду, вылет из Самары, Казани. Тоже очень популярная тема. Не поехал по той причине, потому что поехали все. Да? Не хотел быть в тренде немножко в этом плане. В прошлом году это было очень популярное направление. Там кто только не побывал. В этом году также популярно. Но там есть как бы нюанс. Очень мало гостиниц для желающих. Надо расстраиваться, потому что никто не ждал, что в 2020 году все поедут в Калининград. А так очень комфортный, кстати, город для отдыха. Ну, в общем, турагентство оптимистично настроено, что все-таки в этом году... Мы-то оптимисты, конечно. Мы же любим отдыхать, мы любим своих клиентов. Хотим, чтобы все отдохнули, чтобы все были счастливы и здоровы. Поэтому, конечно, только позитивный настрой. Кирилл, вот у вас недавно проходила выставка «Ульяновская область. Неизвестная на карте». Мне очень понравилось. Там были картины с изображениями нашей Ульяновской области, мест которых я вообще еще даже не видела. Которые неизвестные на карте. Чем она была, так скажем, пропета мне, по большому счету, это как раз-таки ровно год назад, примерно в эти же сроки, вторая половина мая, первая половина июня. То есть люди, которые посетили выставку, они окунулись ровно год назад, побывав, так скажем, в этих местах. Началась пандемия, границы на тот момент были закрыты вообще все полностью, без каких-либо вариаций и так далее. И мы тут активными ребятами своей компании решили просто познать Ульяновскую область. Я ввиду своей работы, и предыдущие, и нынешние, достаточно неплохо знал территории, но при этом понимал, что мы едем в Павловку, но в какие-то населенные пункты не заезжаем. Но при этом мне говорят, что обязательно в следующий раз приедь, посети вот это место. И так по большинству районов. Поэтому в голове уже прикидка была определенная. И составили три таких больших маршрута. И вот эти три маршрута вылились, правда, в 25 фотографий таких самых ярких, да, по 14 муниципалитетов затронутых где-то. Но есть потенциал даже по тем поездкам еще, наверное, 25 таких фотографий сделать. То есть сделать вообще выставку на 50 с таким более, сказать, концептуальным подходом к пониманию, осознанию того, что в Ульяновской области очень много классных, крутых мест. Вот куда бы вы посоветовали отправиться? Обязательно. Ну, всегда шучу, что у нас один район только в Ульяновской области туристический, непривлекательный. Но опять-таки, да, у нас есть регионы в России, да, которые не обладают культурным наследием, но очень круто событийка развита. Вот таким районом я желаю именно событийный ряд расширить там, да, для того, чтобы люди поехали именно на какое-то событие, а не посмотреть что-то, да. И тем самым какую-то, да, там и денежку привлечь, там экономику поднять. Вот, но большинство районов у нас и по природе, и по архитектурно-культурному наследию, все-таки с очень высоким уровнем. Это просто надо знать места. У нас очень сильный западный куст, то есть это западные районы. Это что? Боржский, Корсунский, Инзинский, Барышский, Базарно-Сызганский район. Ну вот сейчас, например, я... Это очень с высокой плотностью интересностей. Сажусь в машину, включаю навигатор, что мне там нужно набрать? Просто Корсун и ехать туда, и сразу найду это все, или как? Нет. Как это все найти, вот эти места? Ну, изучение карты. Вот я просто изучал карты, то есть у меня есть приложение Maps.me, оно очень удобное. Никакого там сайта у вас или что-то информации нет именно туда-то? Нет, это я просто банально, да, объясняю так, вот по всему миру, где я езжу, так же использую. Есть Maps.me и приложение, там скачана детализированная карта Ульянской области. Я, в принципе, увеличиваю до максимальных размеров и смотрю, например, ага, хочу поехать сюда. Что здесь может быть интересно? Может быть какая-то усадьба, может быть еще что-то. Начинай немножко гуглить, да, вылезла у меня какая-то такая история, да, я прогуглил. Ага, усадьба, там, грубо говоря, Крылово, там, да, в Кезьмино, да, село Сурский район. Начинаешь пробивать, вылазить, то, что это вообще единственный замкового типа усадьба Ульянская область сохранилась, потому что там действующая школа работает, там та же самая конюшина, часть заброшенная, церковь, да, старая, так скажем, не используемая. То есть сразу такой кластер, да, в одном селе вылез, там, из трех-четырех объектов интересных. И так вот дальше, дальше, то есть если мы берем вот это западное направление, там очень много церквей, очень много усадеб и действующих в том плане, что в хорошем состоянии, потому что объект социальной инфраструктуры и в полуразрушенном состоянии, потому что эти объекты социальной инфраструктуры вышли с этих объектов. И, наверное, вот если взять вот те районы, которые я опять перечислил, это, наверное, двухдневная поездка с возможностью, например, переночевать там на том же Еловском озере, да, с прекрасной природой, вот с такими комарами, ну, с точки зрения вот морального, так скажем, удовлетворения, эти комары, да, такая даже небольшая, как вы сказали, фишка этого места, как бы, и есть полно средств, да, которых, в принципе, эту проблему решают. Вот, и за двухдневный тур, объехав вот эти пять районов, четыре-пять районов, можно посетить, ну, наверное, больше двадцати объектов интересных точно. В зависимости от того, у кого какой интерес, есть такой ближе к городу, ну, не тур, назову так, а маршрут, да, личный, там, разработанный маршрут, условно, через Сенгелеевский, Теренгульский район, там, частично Маинский с переходом в Марышский, например, и вернуться обратно через Кузовадский район в Ульяновск, то есть здесь больше природный компонент, потому что Сенгелеевский район, Сенгелеевский город, да, национальный парк, это все-таки такое эстетическое насложнение природы, рельефами. А вот Николаевский район, Белое озеро, я помню, ездили туда. Просто, да, Южный Куст, там очень круто, там главные такие фишки, это вот опять-таки вторая половина мая, да, которую можно захватить, это однозначно вот Дикого Пиона, поле, да, находится, кстати, вот тут тоже, когда выставка была, Дикий Пион у нас позиционируется как Радичевская история, да, Радичевского района, но на самом деле, когда ты поворачиваешься, если ехать, там, например, с Паловки к Кулатку в сторону Старого Атлаша, по сути, дорога, это граница между двух районов, Радичевским и Старокулаткинским. Так вот, самое поле, которое, так скажем, стереотипное, да, то, которое мы привыкли на всех фотографиях красиво видеть, с большим количеством вот этих Диких Пионов, оно на стороне Старокулаткинского района, по большому счету. И географически я бы относил вот эту вот концентрацию, да, вот эту вот основную фишку все-таки Старокулаткинском, но принято так, то есть инициатива была со стороны Радичевского района, что основная масса, как бы, мероприятий и событий тогда, да, появился в фестивале Диких Пион, именно вот спозиционировано от Радичевского района, то есть такая чистая, как сказать, история на людей, которые любят конкретику, но по большому счету вот эта вот вторая половина мая интересная, потом обязательно река Избалык, это вот тоже природное богатство, очень чистая река, Павловский район, Павловский чуть-чуть Старокулаткинский, это самая чистая, наверное, река в Ульяновской области, там форель водится, то есть это индикатор, показатель того, что там, да, никаких проблем с экологией нет, то есть она очень холодная, очень прозрачная, но там настолько красивые вот эти вот повороты течения, и вот эта прозрачность дает полную просматриваемость, да, то, что там происходит в этой воде, очень юкальное место, есть пару действующих и не действующих церквей, например, там в Старом Черково в Павловском районе есть церковь, она заброшенная, деревянная, да, но в ней сохранились вот по дереву, например, росписи старинные, то есть там 18-19 век, то есть как бы это тоже фишка для людей, которые любители, да, им бы интересно было такой объект посетить, не просто стены, да, чего-то там, то есть прикоснуться именно к такому вот по дереву росписи храма. Что еще? Ну это вот южный куст, да, он такой вот, я бы его больше все-таки на такой, на природную, да, вот составляющую упор делал. Барышевский район, вот там, например, он у нас один из самых крупных по площади, да, и там тоже, там вот хорошо рифмуется и история, и природа, то есть там есть все тоже такое. Кирилл, а что вы советуете взять с собой вот на такие двухдневные, даже однодневные туры? Классную компанию. Нет, классная, все, все зависит от людей, которые тебя окружают. Ну у вас какой-то минимум есть, допустим, всегда, что у вас в машине, вот волшебная сумочка, в которой что-то лежит. Палатка, спальник, стульчик обязательно, потому что отдыхать вечером, да, ты сразу не ложишься, то есть нужен костер там, готовишь там, что-то как-то, да, прокормить всех надо, да. А как разжигать костер, нужно что-то для кастража? Нет, ну что, это все, да, очень просто, тут никакой, никакой, так скажем, экзотики, все по-попсовому, да, все средства, они есть, и розжиги, и все, все это моментально делать. То есть все с собой вы это уже в машине? Да, это однозначно все с собой возят, просто там с ребятами договариваешься, кто берет что определенно, у меня всегда палатки и спальники, потому что у меня их в достатке, вот, поэтому, то есть остальные там что-то другое, то есть самый вкусный плов, это всегда в поездках, его нереально приготовить в домашних условиях, один и тот же человек у нас готовил плов дома, в квартире, да, мы так, типа, ну приготовь как там, вот, это был не тот вкус, да, и то, что было в рамках поездки, это просто космос, я такой вообще никогда не ел, и, так скажем, ни один даже, условно говоря, там, выходец из Средней Азии, мне кажется, такой плохо не приготовил. Были какие-нибудь нештатные ситуации, может быть, когда там аптечка пригодилась, или что-то вот такое? У нас была нештатная ситуация, это вот, кстати, по поводу проработки мной маршрута, мы выезжали из Сенгиреевских гор через Теренгульский район, и в Майнский район въехали, у нас там был маршрут показан между двумя деревнями, там, Вязовка и вторую, по-моему, Кадышевка, по-моему, называется как-то так, и мы должны были вот по той прорисованной дороге проехать, как бы, из одной в другую и выехать, так скажем, на основную трассу. Так вот, между этими двумя деревнями, там, порядка 11 километров, дороги не оказалось никакой. Да? Да, то есть там фактически по ней ездили только в сезон посадки и уборки урожая, какие-то вот тракторы, то есть сельхозтехника в основном, но это вообще абсолютно не подготовлено, ничё. И до этого был пару дней дождь, и мы как бы очень, нам на такой ещё машине не на вездеходе были. И вот был такой как бы момент, что мы, в принципе, немножко из графика выбились, и вот вместо там положенных 10 минут, которые мы должны были проехать, мы, наверное, оттуда часа три, может быть, два с половиной так вот выбирались. Но это было тоже интересно. Да нет, не страшно, просто было интересно, необычно. А связь там вообще ловит в этих районах, пока вы ездите? Связь ловит не везде, но это, опять-таки, тоже плюс того, что ты всё-таки, наверное, можешь уединиться с природой. В дикой природе, конечно. Потому что всё-таки и поездки, например, у нас были, где-то чуть-чуть захватишь рабочее время, потому что мы были на удалёнке, брали с собой определённую, чтобы можно было поработать и так далее. И вот когда уж совсем, то есть надо было объединиться с природой, и даже так скажу, то есть как бы связь отсутствовала, и тебе ничего не мешало. И это хорошо, да? Это было очень круто, да. Самый лучший отдых, когда связи нет. Поэтому за границей, когда я езжу, кстати, вот это приложение мне очень сильно помогает, Maps.me, оно автономно загружаешь заранее, прокладываешь маршруты, и тебе связь не нужна. Я интернетом пользуюсь только в гостинице, когда возвращаюсь там и утром. То есть в основной часть времени я вообще в телефоне не торчу, оно у меня исключительно как средство фотографирования и всё. То есть это самая такая идеальная схема, чтобы максимально погрузиться в ту среду, в которую приехал. Всё, уже хочется. Ближайшие выходные надо планировать. Марина, я знаю, что в Бельгии, например, нужно делать прививки от COVID для того, чтобы выехать в определённые страны. Вот как у нас с этим? Ну, на данный момент такой необходимости нет. Единственное, если вы вакцинировались, то, конечно, это по некоторым странам может облегчить ваши затраты на справку отрицательный ПЦР-тест. Например, Мальдивы, если у вас есть вакцина, то вам не нужно делать перед вылетом на Мальдивы справку ПЦР-тест. Кипр также, Греция. То есть наш спутник ВИП, то есть у них действие лицензировано получается. Но это не говорит о том, что если вы не привиты, вам дороги туда нет. Нет, просто вы делаете справку ПЦР. Нужно сделать тест перед вылетом в страну? Нужно сделать тест, прилетая в страну, сразу же на месте? К сожалению, да, по многим направлениям, которые сейчас открыты. Вот, например, Кипр. Вы летите с отрицательным ПЦР-тестом, прилетаете, там сдаёте платный ПЦР-тест, 30 евро он сейчас стоит. Отдыхаете. И когда прилетаете в Россию, вы ещё два раза здесь, в России, издаёте ПЦР-тест. Это нововведение, вот майское нововведение. Было один раз, да. Было один раз, вы приехали, я один раз. Я могу свой зимний опыт, когда вот всё было, так скажем, смутно, прям коротко рассказать, ездила в Турцию, именно в Стамбул, историко-культурное такое посещение. И потом в Сербию, так как она была вообще без каких-либо ограничений, посещение Сербии, крупных городов, не только Белграда. Вот, то есть, как бы, и мне пришлось, как бы, посетив Стамбул, на следующий день ограничения вступили по Сербии, в Турции сдавать тест. Как бы, ну, у них система отработанная, там в течение четырёх часов, то есть, к тебе и приедут, и всё заберут, и там через 2-3 часа тебе уже результат пришлют. То есть, это можно было оперативно. Тоже, по-моему, там только 30 долларов, там, или 25 долларов вот эта услуга стоит. То есть, приезжаешь в Сербию, там тоже повторно, в Россию повторно, но вот один раз на тот момент было, поэтому я вот лично такой, как вот на бытовом уровне, бы такую бы, как бы, крамольную-некрамольную бы фразу выскосал. Я очень честно жду, что, например, спутник, да, например, будет лицензированный европейским, да, вот этим там агентством здравоохранения, которое лицензирует там порядка 6-7. И я бы тогда 100% бы привился с позиции даже какой-то, наверное, экономики, потому что сдавать в каждой стране 3-4 теста, вот получается, по факту, да, проще привиться. И с этим сертификатом, который там действует на территории того же Евросоюза, просто везде путешествовать. То есть, это было бы, конечно, оптимально именно с точки зрения экономики, да. Тут никакой политики, а с точки зрения вот этого был бы, наверное, идеальный расклад и какая-то, так скажем, позитивная повестка в данном случае бы была. Марина, что вы пожелаете нашим зрителям? Я им желаю крепкого здоровья, неиссякаемого желания путешествовать, конечно, и путешествовать с надежными партнерами. Кирилл? Да, я думаю, что нужно всегда в жизни иметь определенный баланс, да, то есть, когда ты много работаешь, ты должен много отдыхать. Вот этого принципа я придерживаюсь сам лично и вам тоже советую. Спасибо. Я желаю вам обязательно хорошо отдохнуть этим летом и всего наилучшего. А мы с вами увидимся на Ульяновской правде очень-очень скоро. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова